Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого и это продолжение моей игры за Мали, Sid Meier's Civilization VI Gathering Storm. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка появляется прямо сейчас в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Голосование. Плюс 100 про 2 из очки этого класса. Давайте на торговцев. Ну, на... На промышленный, а только единственный этот город есть, в принципе, рядом. Так, что результат? А че ты так? Напал ему? Ловый город и великий художник, блин. Ничего для меня нету хорошего. Проверка связи. Алло, слышно? Да-да, проверка связи, в смысле, про войну. Не волнуйся, сейчас все. О, Заратустра у меня религию основывает. Так говорил Заратустра. Но, правда, идаизм будет. Такое Заратустра не говорил. Плюс одно довольство. Утраивает веру и туризм. Но у меня есть одна реликвия. Все чудеса света плюс 4. Это тоже ничего. Даже не знаю. Давайте попробуем все-таки довольство взять. Хотя мне религия нужна для покупки всего и вся. Ну, и здесь возьмем... Блин, долго выбираю. Долго выбираю. Ладно, давайте Странствующие Проповедники. Дальше распространяется. Возьмем Лян. В Таудене. Так, мало ходов. 17 ходов остается. Мне надо... Ну, тварь, ну... Нормально вообще. И сейчас работать перестанет. Мне надо покупать поселенцев и города ставить. Ну, и строить поселенцев тоже, конечно. só если ука что-то отках. Все разграбил. Просто зашибись. Так, это говно тут. Давайте покупать поселенцы. Значит, тут у нас город ставится и тут город. Для этого поселенцы есть. Тут строится поселенец. Сюда поведем. Здесь надо купить. Здесь обосновать. Так, берем тогда... Какие-то значки прозрачные. И... Где создание поселенцев? Вот оно. Все, у меня 17 ходов на то, чтобы... Кучу городов поставить. Давайте пустыню обрабатывать. Так. Одиннадцать ходов. Поселенец. Контерфорс. Атеология. Храмы, чтобы... Храм, чтобы был... Куда это говно поперло? Где собрался? Варвары и кроли. Так. Ремонт. Зареваем. Зареваем. Ремонт. Подплываем. Нафиг гранату. отлично допустил пошел так значит этот строится мне еще надо раз почему не работает сразу линза раз-два-три как минимум так парень сейчас рынку соберет граждане варвары добрый вечер дамба можно построить дамбу ничего себе успеваю 16 ходов курили инженерное дело как торговец хороший попался нет них до увеличивает количество торговых откуда у нас бегают вообще из тимбукту бегает из таудэ не бегает из кирины бегает из кумби соли бегает из я не бегать начнем надо из новых городов отправлять купим еще вообще три торговца доступно так 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 давайте тут поселенца этот поселенец сюда пойдет здесь строим монумент здесь строим помышленную зону лучника возвращаем домой коня тоже анти кавалерийских потому что он скорее всего будут копейщики какие-нибудь дебильные так вокруг на деньги ну блин ну тварь ну не подплывает чтобы ее на нее напасть ну а сейчас пора он обстреляет тварь варварская тварина так надо обработать круто вообще на автомат надо поставить эти юниты я думаю по клеткам океана вот это хочу открыть что мне тут вообще надо эти 16 ходов ну можно мать а не могу у меня нету этой ну вот блин ну как я могу чудеса строить с таким производством только только в столице если это то оно такое себе так 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 странно почему торговцы стали уметь плавать это что-то новенькое падла на автомат этого поселенца сюда наверно вырубаем камень так что-нибудь меняем содержание производства поселенцы нет этого поселенца сюда это с это с с м в 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 Воронительная тактика Так, здесь покупаем Торговцев Что с очками? Я третий 40 очков отстаю Нормально План работает пока Тут уже я еще кучу этих получаю Еды и веры В этих Городах новых Потому что там бары Вообще шестнадцать Держишь? Да нет, наверное, зачем? Так, это искусство Соле в Ньяне Какие-то уже крутые Разведчики эти Покупаем Торговца Пятьдесят пять стоит Монумент Водяная мельница Давайте дамбу построим Ну ладно Ты что, лян? То есть вот тут надо мне покупать рабочих Если что Хотя мне надо В общем, мне надо Конечно, поселенцев покупать Сколько поселенцев стоит? Сто шестьдесят А Давайте Виктора Возьмем Просто, чтобы он быстрее В Кирину Ну, мне надо расти Чтобы города росли Поэтому для этого я Зал для приема встрою Чтобы больше Жителей Это больше очков дается Так, разобрался с этим Стоп, а где у меня? А второй О, как через жопу Он сюда Идет Ладно Так Так, этот Внияни Здесь покупаем Торговца И Сколько поселенец стоит? Триста двадцать Покупаем Двенадцать ходов Берем счастье Дальше идем в гильдии Да, кэши восемьдесят ходов Очень такая Быстрая игра Наверное, кто-то скажет Что стоило бы Окленд взять Но Окленд мне Производство дает Хоть какое-то На клетках Это борт медленно будет расти Конечно Еще один поселенец Так, этот построится Наверное сюда Давайте Этого Или наоборот Лучше этого сюда А тот, кто построится Сюда Монумент Так, растет Ну, вообще Так он за один ход Вырастет Денюжки Всадники Мандекалу Ну, вот что я тут могу Улучшить свое положение Чем Давайте Местиции в центр Так, а здесь Строители Здесь, наверное, купим Поселенца Денюжки так осталось 10 или 11 ходов так как кто-то ходит сейчас скифы захватили новгород давайте смотреть 10 ходов осталось 10 так я на втором месте уже как видите то есть идея расселяться оказалась правильной блин вот тут варвары не в тему уйдешь стрелять могу стреляющий юнит у меня чудо ой тут еще поставлю город очки получу вот я высажусь сразу могу ставить город это здорово это очень-очень хорошо так может поторговать с египтом что ничего скифи шелк а у нее есть черепахи подадим так нет еще мечник должен быть вообще-то защите стоит надо его сюда отправить к тем варварам он еще руинки есть но это все надо заселять и победа будет в кармашке так видите вот опять же кто не то есть только атака с фланга показывая 535 против 36 то есть у меня пока только базовая мощь работает но если я сейчас подведу коня то будет уже 38 против 35 потому что плюс 2 бонус за атаку с фланг но этими атаковать не буду так и еще один ну там у меня плывет туда этот кто-то один из них сюда ну на этот остров поставить видимо отчет троцкий вышел все него городов больше нету ну вот захватили да спасибо за игру так что мы тут обработать давайте холмы паводок ёб прс т ведь может дамбу поставим серьезная штука ну вот опять же то что сугубо не работает когда она поломана а потом отремонтирована это в общем замали играть в сетевой игре с с этими с природными катастрофами нельзя как скифы и столицу захватили не прошло а кто против понятно зенсибар что он хочет озарение для военной инженерии все-таки отремонтировать сначала правительственную площадь здесь потом уже дамбой заниматься до стоим не должен убить потому что против анти кавалерии прокачано как раз давайте так что у нас так я уже на первом месте я еще два города как минимум поставлю даже три три города поставлю еще 8 ходов там народ тоже может быть города расставляет чем я вот тут стоит купить какой-то юнит я думаю и быстренько им побегать и может быть еще город я успею какой-то сделать еще здесь что-то послушать тут еще влазят города даже если юнит по я главный суп сюда вот этот то а и 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 тут же не холмы блин не хочется трогать блину ладно еще 7 ходов есть надеюсь они сейчас заберут этот лагерь и свалят и больше тех откроет по моему затейки тоже дают 3 лучница водяная мельница здесь надо больше этих открывать морская традиция военная подготовка я так понимаю религиозную победу на никто ничего не что за 80 ходов где-то успеть в какую-то победу кроме как по очкам ко мне религию не не стоит у меня своя есть ой больно что-то я даже не посмотрел точно последнего встретили так шесть ходов блин опять да но это на максималках конечно это на максималках ладно пойдем тогда крабов обрабатывать что можно наверно купить тут поселенец вот здесь становится раз два три ну вот и сюда мог бы влезть конечно себе его мог провести так мать наверно купим последний будет поселенец я думаю что этого мне для победы хватит боится чё я вообще ни одного кампуса в этой игре не построил и мандекалу надо бы еще купить хотя глянем сколько он стоит ну просто свой уникальный юнит 350 эти покупки мы наверное купим следующим ходом надо ремонт вернуть кстати как у вас там со стихийными бедствиями меня тут вообще постоянно какие-то проблемы у меня вулканы было бы еще нормально у меня просто город рядом с ними стать у меня бури у меня бури постоянно по моим улучшениям и все уничтожают так магнус у меня ничего не по тем кто дальше здесь отремонтируем рынок и в очередь зал для приемов а потом дамба вот так в ньяне хищенное место опять кстати буря как пять ходов здесь я успею тут город поставить ой ой египет повезло тебе что у меня селитры не хватает ну да у меня вот одно месторождение если бы ходов было побольше я конечно уже на фрегатах через ходов шесть приплю как раз но но должен еще два города поставить этот ставится и надеюсь этот еще эх не выдвину второе место египет там воюет получается все кто-то может и мне войну объявите какие-нибудь вот бер скиф мог бы приплыть и эти города у меня отхватить что с разведкой у него не очень увидел русского пошел его вынес и все но для победы ему этого не хватает как я понял пойдем шоу варвары суровые вообще мне всю партию варвары как-то напрягали так опять сугубо по вы кстати знаете ну бонусы уникального района мали сейчас будет нападать короче в этом районе когда этот район построен построен в городе то покупка юнитов за веру и деньги снижена на 30 процентов только прикол в том что он багнутый как только его ломают например этими стихийными бедствиями он перестает работать то есть я его чиню и все и эти 30 процентов не даются уже здорово да то есть со стихийными бедствиями за мали играть вообще нельзя будет атаковать меня стены конечно построить ко мне скифи идет привет а нет он еще там кому то можно просто плывет смотреть территорию ну 40 лёша а ты попробуй репорт кинуть может они пофиксит этот баг может они просто не встречались с ним может быть может быть так начну сайта 77 78 здесь 84 хода останется ну вот хера ты тут встал к египту скифа белом бы ему бы мне еще объявить войну конечно а это подарили манда каравалками со стенами города вообще не берут тоже француз видимо хочет мои города взять какие-то да а это мне скиф объем ну-ка посмотрим как больно он ударит по городу а еще эти лучники ну 4 хода вполне может что-то насобирать между прочим так мандекалу странные у меня изображение кстати тамирис еще мне кажется ты просто так сказал чтобы подлежать до конца хода потом против разбавить то все нет 33 но 80 еще будет ходить имейте ввиду так на всякий случай за давайте лучников построим но мне надо вот так пробежать здесь сейчас город тут поставлю следующим ходом насколько будет больно он бить так тут ставим город здесь пробираем на карте были поленки будем прям так подходить шла атака ну не особо больно а это должен ваншотаться до единственно научная берешь я вообще без единого кампуса играю то же само только у тебя это получается вот все в расселении ну на по факту тут даже войной это особо не поиграешь на 80 ходов тут два варианта либо расселение либо чудо света комбинировать еще лучше это кто в расселении я в расселении так у тебя три города у меня как ты смотришь так ты не за маори играешь нет моли я думаю у тебя что код 9 или 10 городов ну да 10 повезло с местом значит нет на самом деле это я потом это я в тундре у меня три города в тундре стоят египет на тебя скиф тоже си большими на меня скиф нападает примерно шестью юнитами на меня только другая ну тут как так ладно он умрет все равно так давайте еще всадника прикупим следующий будет последний ход так я тут наверное все таки вот там каравелла уже есть вообще каравеллы должны быть давно так 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 ну не должен следующим ходом этот неора брать по моему скромному мнению особенно если я этого конного лучника убью манды каву ну 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 не знаю что я тут храм просто уже строю так может никаких великих людей купить есть такая возможность слушайте можно было бы город свой сжечь да чтобы не доставайся ты никому нельзя да да я говорю можно было бы так ну вообще варвары могут захватить этого поселенца то есть две это стреляет стреляет и этот захватывает у меня просто нету вариантов я могу конечно по себе мог поселенцы здесь оставить но бессмысленно потому что в любом случае убьют этого скаута и я не смогу поселенцам тут город поставить один ход остается поэтому просто ну буду надеяться как я моли крест я моли ты не ошибся одессы разве о отлично ну вот это я уже думаю победа будет на город он не заберет на 50 очков нормально и в итоге за счет чего социальные институты больше великих людей набрал кстати больше технологий чуть-чуть чудес меньше счет эпохи больше но главный империя 162 по моему вот у скифа только бы еще 50 ну в принципе да у меня там квадрирему так это последний ход я так понимаю да боже боже комитом убивают постоянно мандыкалу так амбар завершен давайте стены ну честно говоря я писаю как можно на развитие играть за мали ну точнее как сказать вот очень сильно отсутствует производство может быть даже все такими помогла эта способность малия покупка поселенцев и рабочих за веру и деньги и то что денег так много было но по другому вот если бы это была нормальная игра даже там на 150 ходов я не думаю что здесь возможно было бы за мали нормально развиваться какая-то просто грусть печаль ну чё поздравляю спасибо ну чё глянем места я третье ой ну вы там как-то очень рядышком ну да я пытался ослабить египет город у него один захватил но второй мне просто одного хода не хватил потому что у меня там уже подъезжал фрегат но а так египет упал в итоге на четвертое место да на меня с двух сторон напали вот взорвался нет ну скиф там в основном на меня наверно нападал но он поздно приехал не хватило ему ходов хода три я думаю так счет науки у нас получается скиф на второе вышел кстати обратите внимание без кампусов но все равно ну в принципе все плотненько кроме алексей алексей за городов да да это за счет городов у меня была цель выйти в героический век и в героическом веке за веру и деньги покупать а так как я за мали и скидка вот это 30 процентов не во всех городах правда но в одном городе у меня не багнулся этот район то я смог покупать но честно говоря не знаю мали очень странная нация очень мало производства получается потому что у вас все шахты вместо того чтобы давать производству дают деньги и ну как то это странно а когда еще вот этот район багнутый что он эти 30 процентов скидки не дает то это совсем грустно получается за мали можно выиграть если ты успеешь дойти до наемников чтобы покупать войска по решебле или если ты религию успеваешь распространить так культура как-то даже пошла под конец а счет эпохи за что дается ну за счет счет эпохи как за что ну там где вот очки навек накапливают золотой нормальный нет спасибо за игру интересно ходов интересно это когда быстро сыграть надо туда ничего там нам спасибо за игру всем спокойной ночи да спасибо всем спокойной ночи спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк поставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока и и и и